Вместе продуктивней. В пятницу утром сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов работали в команде с инспекторами ГИБДД. Экипажи дорожных полицейских расположились на улице с односторонним движением. Так удобнее выбирать машины из потока. Здравствуйте, инспектор ДПС Нарагонин. Документы ваши. У нас проходит мероприятие совместно с судебными приставами. Посмотрим, у вас штрафов нет. По автомобилю выявить должника невозможно. Транспортное средство может быть как эконом-класса, так и элитным. Потому инспекторы опираются только на собственную интуицию. Авто останавливают, у водителя проверяют документы, а заодно передают их судебным приставам. По базе АЭС ФССП России пробивается должник по фамилии, имя, отчеству. В случае выявления у него задолженности, должнику сообщается, по какому именно штрафу у него есть задолженность, в какое время он должен его оплатить. Такие рейды эффективны для обеих сторон. Сотрудники ГИБДД имеют возможность проверить, все ли в порядке с документами у водителей, а заодно сократить число неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Ведь львиную долю задолженности ивановцев составляют именно они. Если водитель уклоняется от уплаты штрафа, то здесь вступает в силу статья 20.25, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях, а именно неуплата административного штрафа в срок, установленный действующим законодательством. 70% водителей по области оплачивают штрафы. За пять месяцев этого года в Ивановской области было составлено 3 360 протоколов по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. У приставов свои бонусы. В ходе такого рейда они могут охватить более широкую аудиторию для проверки. Плюс должники, как правило, стараются оплатить задолженность на месте. Ну или, по крайней мере, не затягивают с этим. Многие приходят, оплачивают во второй половине дня, бывает на следующие дни задолженность, а бывает и прямо на месте. А также судебный пристав праве арестовать имущество, если штрафы превышают более 3000 рублей. И такой должник попался в руки приставов. Выяснилось, что один из остановленных водителей должен по кредиту более 100 тысяч рублей. Приставам пришлось арестовывать его имущество, а именно авто. Только когда материальных претензий к мужчине больше не будет, владелец сможет забрать свою иномарку. Всего в ходе рейда удалось выявить 26 должников. Двое оплатили на месте, остальным выписали повестки. В случае неявки должников привлекут к административной ответственности. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.